Борьба между теми, кто хочет открыть окно, и теми, кто мерзнет даже в теплом помещении. Но знаете ли вы, что осеннюю мерзлявость нельзя игнорировать, ведь она может сигнализировать об опасных проблемах со здоровьем. Сегодня я приехала в парк, чтобы выяснить, кто из москвичей особенно мерзнет осенью, о каких проблемах со здоровьем это может говорить, как избавиться от осенней мерзлявости и почему осенью повышается риск инфарктов и инсультов. На все эти вопросы мне ответит эксперт. Константинова Юлия Ивановна, врач общепрактики, семейный врач. Юлия Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему мы вообще мерзнем? Что это за механизм такой? На самом деле во всем виноват центр терморегуляции, который у нас располагается, вот на этой картинке покажу, в центре нашего головного мозга. Огонечек, ага. Называется он гипоталамус. Он регулирует все процессы теплообмена, которые происходят в нашем организме. За счет нейроморальных взаимосвязей, за счет эндокринной системы, куда входят надпочечники, щитовидная железа, два основных органа, от которого зависит наша теплоотдача и теплосбережение. А мы вышли на улицу, нам холодно. Наша кожа реагирует, наши сосуды, они спазмируются, ну, как бы так сжимаются. Кровь приходит к органам, наполняя их кислородом, теплом. А когда нам жарко, наши сосуды расширяются, мы обильно потеем, там, учащается дыхание, учащается сердцебиение. И тем самым мы защищаем себя от ненужного солнечного или теплового удара. Поэтому возникают проблемы с нарушением теплорегуляции, возникает та самая мерзлявость, о котором идет сейчас речь. У меня бывает такое, что я с утра просыпаюсь, и вот даже если в квартире тепло, мне все равно холодно. Может ли это говорить о том, что у меня что-то не в порядке? Вы, судя по вашему внешнему виду, вегетативно-остеничный человек, поэтому все влияет на нашу теплорегуляцию. В идеале основная масса не мерзнет, потому что у нас, ну, как бы нормально работают сосуды, там нормально работает теплоцентр. Если одели на себя там теплую куртку, пошли гулять. Если мы плохо одеты или не берем улицу, а просто сидим за компьютером, скукоженные, скрюченные, в какой-то неудобной позе, то у нас нарушается питание тканей, там, наших пальчиков, на ногах, на руках. Если мы встанем, походим, зарядку поделаем, попьем чайку, то опять к нам придет хорошее расположение духа и а-ля здоровье. Но существуют такие проблемы. У людей есть определенные заболевания... Симптомам которых может быть мерзляность. Давайте вот о них поговорим. К сожалению, так. Это заболевания основной массы гипертоники, сахарный диабет. Большая часть нашего возрастного населения, к сожалению, страдает этим. Диабетическая полинейропатия, при котором нарушается приток кровоснабжения в мелких сосудах нижних и верхних конечностей. Потому что при сахарном диабете мы знаем, что поражаются сосуды, особенно периферические. Периферия, правильно. Следующей у нас проблемой будет анемия. В основном это железодефицитная анемия, потому что при снижении уровня гемоглобина снижается уровень эритроцитов, наполнение их железом. А железо является переносчиком кислорода, поэтому возникает опять вот эта наша мерзлявость. Дальше. Я вот еще хотела, знаете, у вас что спросить? Вы вначале сказали, что наши гипертоники, да, люди, которые страдают мерзлявостью. Я вот, например, гипотоник. Да, и гипотоники тоже. Да, а вот скажите, а мерзлявость может как-то спровоцировать инфаркты и инсульты? Потому что осенью их количество, судя статистики, возрастает. Вот может ли как-то это быть связано? Конечно. Ну, мерзлявость, да, это определенный спазм сосудов. Он может возникать, ну, не только на периферии, он возникает и в других микрососудах, в том числе и головного мозга, и сердца. А если человек еще есть и повышенный уровень холестерина, и повышенный уровень сахара, то, соответственно, это все дело усугубляется. Какие еще могут быть проблемы? Существует еще такое заболевание, как болезнь Рейно. Это такой спазм мелких артерий. Вот тут совсем нехорошо, потому что в зимнее время пациенту очень тяжело. То есть это спазм, который нужно постоянно лечить, рекомендуя прием препаратов, которые расширяют сосуды. Это те же витамины группы В, никотиновая кислота. То есть мы можем исключить или, наоборот, внедрить какие-то моменты в свою жизнь, допустим, для среднестатистического человека, чтобы он нормально спал, нормально ел, потому что недостаток правильного жира, он тоже ведет к тому, что у нас сосуды реагируют на это. Нужно пить достаточное количество воды. Это мы с вами уже перешли к тому, как избавиться от мерзлявости? Да, да, да. Давайте, я вот слушаю внимательно. Значит, нужно пить 2 литра воды желательно. Физическая нагрузка обязательно. Не можете в спортзал, выйдите на улицу, походите, подышите свежим воздухом, даже если холодно на улице. То есть я правильно понимаю, что первое, что делает человек, если у него вот эта постоянная мерзлявость, он идет к врачу сдавать анализы, чтобы понять, нет ли у него серьезных заболеваний. Ну, на самом деле, лучше всего, если вдруг он жил-жил, нормально жил, да? У него не было мерзлявость. Нет, а вдруг мерзлявость появилась. Вот тогда он идет к врачу, чтобы понять, есть ли у него патология или нет. Юлия Ивановна, спасибо вам огромное за консультацию. Не за что. Будьте здоровы, теплой вам осени. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok